Футбол России Футбол России Футбол России Футбол России Футбол России как «Спартак». Пришло предложение, я думал, разговаривал, несколько раз встречался с Леонидом Арнульевичем. И в каких-то, наверное, наших разговорах я понял, что мне доверяют. Я понял, что у меня есть возможность. И стал уверен, что я смогу. И так я оказался в «Спартаке». Может быть, это не совсем удачный пример, не совсем удачный параллель, но, мне кажется, самое сложное в личной жизни это залезать в новые отношения, окончательно не закончив старые. Вот Уфа в большинстве случаев, кого не спросить, она сыруется, в первую очередь, с вами. И вот это вот стремительный уход «Спартак», насколько был риск, что у Уфа может провалиться. Не в концовке этого сезона, а в следующего. Насколько легко было уйти, уйти не только юридически, да, уйти мыслями, уйти задачами, потому что все равно, я понимаю, и все об этом говорят, вы, конечно, в Уфе еще не только эмоции, да, но и мыслями, наверное, да, вы еще в Уфе присутствуете, так или иначе. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, со мной очень много людей работало. Да, люди работали со мной и работали долго. В течение всего моего времени менеджмент, который был в Уфе, он не менялся. И ребята выросли. Им стало тесно подо мной. И я это чувствовал. Вот. Мы хотим шанс двигаться дальше. Что касается лично меня, то 11-го числа после игры с Ростовом я зашел в раздевалку, я знал уже, что это будет. Независимо от результата было, Уфа выиграла, я зашел, всех поздравил и сказал, что, ребят, сегодня мой последний день в качестве генерального директора футбольного клуба Уфа, и я ухожу в Спартак. Так, было эмоционально, было тяжело это говорить. Для многих это было, может быть, шоком. Но в это время футбольный клуб Уфа находился на шестой строчке с плюсовым балансом около 400 миллионов на счетах. Вот. И еще деньги я знал, что будут приходить за игроков, которые уже были пристроены и уже была определенная там линия поведения. Вот. Я понимал, что есть очень много и сильных менеджеров, и есть стратегии, которые надо двигаться. Уфе я сделал все. Вот как человек, как специалист, я сделал все. Вот. И у меня уверенность стопроцентная в том, что все будет хорошо. И даже, может, лучше. Ребята научились, у них есть желание доказать всем, что Уфа не только Шамиль, да, но и они. Я-то это знаю, но теперь они для всей общественности это покажут. Я всегда буду держать за них кулачки. Естественно, я с ними дружен. Естественно, Уфа всегда в моем сердце. Вот. Я буду за них переживать. Где-то надо, я, конечно, может быть, каким-то там советом, как специалист, я всегда помогу. Спартак участвует в судьбе Химок так, что об этом можно говорить с какими-то подозрениями? Нет, конечно. Но это... Я не беру это в расчет разговоры. Почему? Потому что, ну, очень много идет разговоров вокруг Спартака. Когда я шел в Спартак, я понимал, что такое Спартак, но когда я пришел, я понял, что такое Спартак. То есть это вообще... То есть любое движение, которое идет, а его связывают со Спартаком, хоть что-то сделал, ты посмотрел, кто-то в офис к тебе приехал, кто-то из офиса у тебя вышел, где-то ты встретился. Все связывается какими-то деталями или какими-то мнениями. Вот. Еще раз говорю, ни с каким из клубов мы не ведем таких не сепаратных разговоров. Нет, есть, конечно, я же говорю, дружеские какие-то отношения. Естественно, они присутствуют. Вот. Но с химками нет. Этого не может быть просто. Ну, с Уфой мне еще тяжелее поверить в эту мотель, если про химки разговоры, наверное, их обсуждение этой темы, оно вызывает понятные интересы, понятно, куда может течь мысль, то представить, что Вадим Евсеев может априори три или шесть очков московскому «Спартаку». Я, честно говорю, мне очень сложно в это поверить. Илья, мы знаем хорошо Вадима, да, то есть и ты знаешь, и я знаю, это уже, ну, мы же не будем для всех рассказывать, что ты правильно говоришь, что это невозможно. Что надо кричать? Всем. Но люди, которые это говорят, они не боятся за свой язык, они имеют какое-то внутреннее ощущение, что они обижают этим болельщиков и руководство «Химик», болельщиков и руководство «Уфы», болельщиков и руководство «Спартака». Они вообще не берут это в расчет. Это что происходит? Кто-то может себе позволить просто слова говорить. Ну, в данной ситуации кто-то, это Сергей Юран. У нас... Да, при чем тут там Сергей Юран? Если он говорит, если кто-то это говорит, пусть будет определенные моменты, чтобы хотя бы сопоставить это. Говорить о вещах такой, что где-то там деньги лежат, где-то его кто-то уволил. Ну, смешно. Это, конечно, подымает мое эго, потому что, кажется, настолько становлюсь всемогущим, что это, это сделал. Но это же не так. Александр Кокорин, вы пока не был подписан на контракт, отказывались вносить ясность, сколько бы вас не спрашивали, форвард в Спартаке или не будет. Вот Кокорин в Спартаке. Медицинское обследование, насколько я знаю, уже было после контракта, показало, что у него все в порядке с мышцами, старые травмы, которые есть, они пока никак не проявляются. Но все равно, есть ли риск в том, что Кокорин, из-за того, что у него был разрыв крестов, у него была травма ахилла серьезная, что он в свои почти 30, он не сможет сыграть то количество матчей, которая будет нужна Спартаку не в этом, а в следующем сезоне, если Спартак попадет в Еврокубки. Любой риск в трансфере существует. Любой. То есть, любого игрока это бери с бывшими травмами, с его здоровьем. Все может произойти моментально. Поэтому давать гарантии никто не будет. Я скажу о другом, что когда мы договаривали с Сашей, и когда мы разговаривали о том, что и было предложение, когда я увидел, насколько он готов, насколько он ментально уверен, то у меня сомнений нет. И здесь еще вопрос другой. При определенной договоренности были вещи, те, которые, я пока их не могу рассказать, но когда-то, когда-то определенные нюансы наших переговоров они выйдут, и мы с двух сторон расскажем, и для всех это будет шоком, то, как ведет себя Саша. Сейчас я это просто не могу говорить, но я скажу, и это даже будет достоянием Малдимузея. Все говорят, что он выбрал деньги. Нет, неправда. Абсолютно неправда. Да, они достойные. Я не скажу, что это мелочь, это достойные деньги, это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это. Следующий вопрос у Рунов, которого в среду как раз Спартак презентовал. Игрок удивительного дриблинга, игрок еще совершенно сырой из этого хаоса, может получиться настоящая звезда, из этого хаоса может ничего не получиться, сейчас никто не скажет, но задатки очень-очень сильные. Спартак берет его на перспективу. Вы об этом рассказывали, может заработать со следующих продаж, но все равно, если есть предложение за 6 миллионов, а Спартак берет его за миллион, может быть, чуть больше, но не важно, дешевле в разы. почему Уфа отдает именно Спартак? Я могу рассказать эту историю, да, я же говорю, там 11-го числа я уходил, 12-го я уже был в Спартаке. В это время, когда было мне предложение, уже я думал, кого я могу с собой забрать, кто может вырасти в определенного игрока. И уверенность определенная, естественно, в Эстоне у меня есть. И когда я уходил, я переговорил со всем менеджментом, что я ухожу, но заберу этого парня и заберу за эти деньги. Тогда предложения вообще никого не было. И мы договорились в это время, что он будет стоить столько, и он уйдет. У всех была уверенность. Потом, только с приходом, были предложения от определенных клубов, и они, да, они, может быть, чуть-чуть перебивали предложение Спартака. Но темы славен, наверное, так и должно быть. Если ты дал слово, ты должен его держать. Да, есть такие вещи. И я буду их чтить, потому что это договоренность между клубами, это договоренность между людьми, и это надо делать. Второй вопрос, что почему мы все вокруг Урунова, когда кто-то, какая-то звезда загорается, ну, возьмем там, в больших клубах и говорят, вот как заметили этого игрока, дали ему шанс, и он из нуля, или там, его купили за копейки, он стал стоить 50. И нам все это тыкают, и тыкают, и тыкают. Почему Спартак это не может попробовать? Мы тоже хотим это попробовать, мы тоже хотим всех тыкнуть. Да, сегодня это не такой игрок, который может стоить там десятки миллионов, но он будет таким. Если мы хотим развиваться правильно, если мы хотим правильно участвовать в экономике, футбольной экономике, мы должны такие примеры делать. Давайте еще об экономике. Правильно ли я понимаю, что у Спартака есть средства после трансферов Кокорина и Уронова на одну хорошую покупку, или на две средних в это лето? Ну, лето, осень, потому что окно в октябре скрывается. Есть, есть, и мы работаем над этим. Естественно, есть позиции, которые нам хотелось бы усилить. Да, и мы работаем, но мы не ищем там покупку за большие деньги. Мы хотим это сделать, не скажу экономно, мы хотим это сделать согласно рынка. Вот, а рынок сегодня чуть-чуть припадает, и этим надо пользоваться, что мы сегодня можем найти хорошего игрока за деньги дешевле, чем это было условно зимой. Сегодня это и возможность есть. Спартак не только пополняется, но Спартак может и отдать игроков, и продажа, там называются разные фамилии, какие слухи истинные, какие нет, время покажет, и аренда. В том числе про те же Химки, там видели у вас Павла Худякова, спортивного директора, там был в офисе, сразу все предположили, что приехал просить игроков. У Спартака есть главная команда, есть Спартак 2, Химки заговорили об интересе к футболистам Спартака. Сколько игроков может уйти в аренду глобально? И вот этот слух, что изменения в регламент могут быть внесены, чтобы один клуб премьер-лиги не отдавал в другую команду больше двух игроков. Ну, могут уйти, наверное, около 5 человек, может, это будет 6. Ну, вот в этом количестве мы, наверное, будем с игроками оставаться. Мало того, мы хотим их продать. Мы продать, чтобы и разгрузить, и чтобы прибавить себе денег в бюджет. Мы это хотим. Насколько это будет возможно, будем думать. Очень много футболистов, это футболисты все высокого качества, все почти что клубы, которые обращаются, они, естественно, их усилят. Но это же тоже стратегия. Да? Неужели я должен усиливать клуб мощный, чтобы потом игрок приносил им очки? Нет, я так не буду делать. Это стратегия. Это вопрос о том, что клуб должен выбирать, где игроку, а больше пользы принесет ему, как футболисту. Либо мы должны, что делать, расставаться. Смотрите, у нас в премьер-лиге есть Спартак со своей академией, Краснодар, Зенит, который мечтает, чтобы много воспитанников играло, если не в составе, то в премьер-лиге, и Локомотив. Наверное, ЦСКА еще приближается к этим командам, хотя ЦСКА в последнее время в основном брал резерв себе под основной состав. Вот в такой ситуации, когда есть 4-5 больших клубов, у которых идет производство своих воспитанников, можно вообще, на ваш взгляд, говорить о запрете в регламенте пункта, ну, не то, что пункта, а о том, чтобы внести в регламент запрет на то, чтобы отдавать в аренду игроков 2-3-4 в один клуб. Должен быть какой-то потолок, 1-2, не больше. Ну, это же идет с Европы, да, там идет чуть другая история, там по 20 игроков уходит, по 50, вот о чем речь идет. То есть, а если мы говорим там о 4-5 игроков, ну, здесь я не вижу какой-то неправильной ситуации, вот я не вижу. Мало того, я коллегам звоню, он говорит, вот сейчас мы подписали это письмо, мы пишем это письмо, и вот там не более 3-х игроков, я говорю, а почему у меня его нет? Почему у футбольного клуба «Спартак» этого письма нет? То есть, это что, во вход нас делается, что ли? Я не могу понять. Я говорю, давайте я подпишу первый. В принципе, если это решение наше общее с коллегами, так надо его поддерживать. Так вместе пойдем. Правильно, неправильно, потом решим. Но если мы все вместе, давайте будем это решать. Если завтра скажем, давай по 10 можно почему-то, а почему? А потому что вот так ситуация сложилась. И мне кажется, что это больше какой-то эмоциональный всплеск каких-то команд или руководитель этих команд, которые думают, что что-то может произойти. Но письмо не показали до сих пор. Да я не видел этого письма. Мне говорят все, пять человек мне сказали, что они подписали письмо и отправили в Российский футбольный союз. Вы, вероятно, человек, который не только обладает нюхом на таланта, вы еще человек, который, вероятно, системно оценивает работу тренера и спрашивает с него, был ли уже у вас такой вот дотошный, серьезный разговор по итогам прошлого сезона с ТДСКО? Почему не получилось? Понятно, были судейские ошибки, были какие-то другие обстоятельства. Но Спартак в том сезоне, не знаю, провалился, выступил неудовлетворительно. Можно как угодно говорить, но Спартак занял то место, которое бюджету, амбиции, и традициям клуба, наверное, не соответствует. Говорили, было четко понятно, почему это произошло, за счет чего можно сейчас выстрелить? Говорили, да, и будем еще дальше говорить, и будем, может быть, даже спорить. Но мы договорились и знаем одно. Мы сели вместе в одну лодку, мы начали грести и гребем в одну сторону. Я полностью с ним согласен и полностью солидарен. Мы должны проникнуться одной идеей и двигаться дальше. Все, что, может быть, нас не устраивает, оно останется там, в нашей лодке. Но другие это не увидят никогда. Но это системная проблема, которая была, или Спартак просто своим составом не мог претендовать на место в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне? Или, так получилось, так получилось, давай так сделаем. Ну, так просто получилось и все. Теперь будем исправлять, чтобы получилось намного, намного выше. Спартак и Зенит, которым вы собираетесь бросить перчатку, до конца вашу фразу, мне кажется, не все поняли. Может быть, и вы сами в тот момент говорили эмоционально, не вкладывая какого-то глубинного смысла. Речь идет о том, чтобы бросить перчатку Зениту и условно финишировать вторым, третьим, попасть в Еврокубки, попасть на пьедестал, или речь идет о том, чтобы бросить перчатку Зенита и бороться за чемпионство. Потому что на текущий момент понятно, что оптимизм, глубина знаний это хорошо, но все равно пришел Кокорин, но у Зенита, например, пришел Ловрен. Трансферы, возможно, в российском масштабе одинаковые. То есть, здесь ничья пока на трассе рынка. Отрыв колоссальный. Я понимаю, за счет чего Спартак может выиграть у Зенита в матче. Может быть, даже в двух матчах. Но я пока не вижу, за счет чего Спартак может обыграть Зенит на дистанции. Ты знаешь, я тебе скажу так. Это интервью было, во-первых, после определенных событий, когда говорили, что будет происходить со Спартаком и как это все будет, и как это интерпретировалось. Естественно, я попытался, попытался весь этот поток перевести в более нормальное русло. Более рыцарское, я так скажу. Может быть, более благородное. Я знаю менеджмент Зенита. Я очень хорошо знаю, и прям очень-очень хорошо знаю тренерский штаб. И могу совершить дружность с ними. И я не мог не реагировать на вещи определенные. Естественно, поэтому была эта фраза. А потом, раз ты уже сказал, надо действовать. вот, и мы потихонечку, потихонечку начали действовать. Я не знаю, как это приняли, ну, разные там слои, будем так говорить, да, но я вкладываю в это одно. Спартак будет бороться за титул. И для Спартака Зенит соперник, которого он уважает, и которого должен обыграть. Шамиль Камилович, вот еще про мнение болельщиков. Сегодня спартаковские фанаты, спартаковские болельщики в социальных сетях негодуют. Говорят, что билет на матч в Сочи, чтобы сектор А7 не центрального. Понаблюдать это будет стоить 3000 рублей. Матч не топовой категории будут дороже. И получается, что стоимость билетов на стадион на Спартак в этом сезоне будет более 50 тысяч, то время, как в прошлом сезоне это было почти в два раза меньше. Спартак решил поднять цену на билеты на абремент, чтобы уровень дохода в МачД не потерять? Нет, это не так. Дело в другом, что именно в Сочи, Спартак в Сочи мы просто перевели из четвертой категории во вторую, минуя третью категорию, естественно, цены поднялись. Но это решение клуба по ряду причин, потому что клуб считает, что Сочи это клуб, который достойен определенных движений в эту сторону. В то же время, например, другие игры, они будут, например, переведены со второй категории до третьей спущены. Поэтому я думаю, что общий баланс будет сохранен. Есть слово из шести букв, которые... Победа. Это прекрасное слово. То, которое я хочу спросить, тоже заканчивается на букву А. Это не слово, это женское имя. Зарема. Речь о супруге Федуна, про которую в последнее время никто с ней не общался, никто толком не понимает, чем именно супруга занимается в клубе, если приезжает на совет директоров. Когда можно будет говорить про нее официально, да, вот как... Даже не то, чтобы это правильный вопрос, когда можно будет говорить официально. Насколько эта тема сегодня публичная? Да, ну, что еще, это все-таки семейная тема, да? Это у Лента Арнольдовича надо спросить. А зачем спрашивать у других? То есть... А своей супруге это он должен говорить. Как могут другие люди говорить? Вот в Спартаке нет этой темы. вопрос, который возвращает к началу беседы. За что вы отвечаете в Спартаке? Где заканчивается предел вашей самостоятельности в принятии решений? Вот что в вашей компетенции, что не в вашей? О чем вы договаривались, когда приходили? Когда я пришел, за все, что происходит в Спартаке, отвечаю я. Лично. И буду так же отвечать и дальше. Надеюсь, что это будут положительные моменты. Это достаточно? Это такой ответ, что все, что происходит в Спартаке, все, что происходит в Большом Спартаке, это все касается меня. Вы пришли в Спартак. В Спартаке не так долго. Можно неделями считать или днями пока этот срок. Но все равно, как изменилось отношение к вам? Насколько больше стало давление? Давление не то, чтобы заставить вас какое-то решение принять, но насколько выросло число вашего общения? Вы сказали, что вы понимали, что такое Спартак, но сейчас поняли, что такое Спартак. Вот насколько это тяжело? До конца я, наверное, все-таки не понял. Это я просто, наверное, такую скажу мелкую вещь, что это, наверное, знаешь, как я начинаю понимать. Все-таки я начинаю понимать, до конца я пойму, наверное, потом, 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 потом. То, что касается вот этих всех отношений, да, стало очень тяжело в плане другом, что я не могу сразу ответить на звонки, я не могу общаться с людьми просто, сколько у меня было времени до этого, я спокойно как-то распределялся. То сейчас это все становится сжато, потому что надо больше решений принимать, во многие процессы надо вникнуть, но я думаю, что это время буквально недели через три я спокойно уже весь свой график расставлю правильно, и весь объем буду обрабатывать в нужном временном отрезке. Да, вначале тяжело, но я это знал, я на это шел, я для себя сделал вызов, я готов к нему. Цели Спартака, понятно, что есть задачи, которые не обсуждаются, это бросить перчатку чемпиону, это играть на победу в каждом матче, это соответствовать истории и ожиданиям болельщиков, но все равно футбол это математика как и бизнес. Вот когда можно говорить о целях Спартака на настоящий сезон, понятно, что они в зависимости от первой части могут быть скорректированы, но все равно, вот что есть цель Спартака в новом сезоне? Спартак это Спартак, и у него может быть одна цель, когда он начинает чемпионат, это титул. Другого мы не можем себе позволить думать. Мы все должны заряжены быть одной идеей. пройдет сколько там получается, семь месяцев или восемь месяцев, и мы решим, увидим, где Спартак, я уверен, где он будет. Шанин Камилович, спасибо за этот разговор, я думаю, ну, надеюсь, что мы увидимся в этой студии еще раньше, прежде чем можно будет подвести итоги сезона, но вот интересно будет вернуться к тому, что вы сказали, и сравнить с тем путем, который вы прошли. Вам удачи, я думаю, сильный клуб, сильный Спартак, это то, что нашему чемпионату нужно. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok